Добрый день. Сегодня наш собеседник Алексей Трубников, руководитель компании Агроноут. Добрый день, Алексей. Добрый день. Начнем с неожиданного вопроса. Вы специализируетесь на дифференцированном внесении удобрений. Тем не менее, насколько мне известно, в последнее время с вами консультируются те, кто приобретает сельхозземлю. Почему они консультируются с вами, Алексей? Неожиданный вопрос. Постараюсь дать неожиданный ответ. Да. Здесь, наверное, это связано с тем, что в очередной раз мы как-то смогли предвидеть, проинтуичить потребность. И сегодня мы видим, что очень большой спрос, особенно в Центральной России, очень большой спрос на приобретение земли. Люди готовы покупать как хозяйство, так и землю, так и отдельные участки. И здесь очень важно на берегу купить хорошую землю. Это даже более важно, чем потом ее обследовать, пытаться сделать мелиорацию, как точное земледелие. Поэтому вот такой вот продукт мы запустили в середине года. Где-то к июлю у нас уже было готово пакетное предложение разной степени детальности. То есть может быть как удаленная диагностика по различным космоснимкам и картографическим материалам, так и с выездом в поля диагностика непосредственно почвы, непосредственно на месте. То есть это разное, от двух недель это занимает где-то до полутора месяцев, с разной степенью детальности. И где-то с сентября-октября мы увидели просто большое количество заявок. То есть идет очень-очень активно в эту сторону процесс. То есть ответ к нам обращается, потому что мы почвоведы. И как почвоведы мы хорошо ориентируемся в почве. Да, то есть получается, этот вопрос может возникнуть в любом месте. И в черноземной полосе, и на Кубани, где угодно. С краю, если смотришь, что это полноценный колос, если приедешь во время созревания посевов. А в середине могут оказаться пустые колосья. И вот ваши исследования, они как раз и помогают увидеть, каково состояние поля на разных участках. И не возникнут ли затем проблемы, если приобретешь, не придется ли мучиться потом долго. Да, диагностика полей – это в принципе наша базовая компетенция, наша компания. У нас все программное обеспечение, у нас все методики, они направлены на то, чтобы обследовать поля. И в принципе поля обследуют, как говорят, нет здоровых пациентов, есть недообследования. Здесь есть место, как оценки тех земель, в первую очередь, которые хозяйство хотят приобрести. Или приобретают, или торгуются еще, или оценивают для себя. То есть вот есть такая категория заказчиков, есть те, которые продают, они хотят более хорошо показать свой товар лицом. Ну, уже с нормальными картами, с дарами, с кадастром, сколько собственности, сколько муниципальной аренды, сколько по его аренде. То есть вот эта вся информация, потому что сейчас, по сути, если вы посмотрите объявления по сделкам купли-продажи, они на Авито, на том же самом, представляют из себя просто кота в мешке. Одни не показывают, что продают, другие не понимают, что покупают. Вот поэтому, ну и тоже есть такие компании, которые уже по своей земле, они еще не готовы идти на дифференцированное внесение, но они помогают, вот эти вот методы диагностики, им помогают лучше понять, что они имеют. И у нас есть даже такие хозяйства, которые в этом году от 8 тысяч гектаров, после такого оценки земли предварительно, они часть отказались и сфокусировались на 5 тысяч гектаров, которые максимально… То есть они получили на тех трех минус 15 миллионов убытков вот в этот хороший год и решили от нее, собственно говоря, избавиться, передали ее в аренду. Ясно. Алексей, вы рекомендуете вносить меньше удобрений на тех участках поля, которые обладают меньше потенциалом урожайности. Не приведет ли это к тому, что вы в результате загубите окончательно эти участки малоплодородные? Вот мой ответ точно нет, потому что мы никогда не даем рекомендации, которые привели бы к ухудшению почвенного плодородия. Вот мы очень сильно движемся в сторону экологизации. В целом мы с Сингентой работаем по направлению школы здоровья почвы. И мы, как врачи, которые дали клятву Гиппократа, исповедуем принцип «не навредить» в первую очередь. С другой стороны, давайте посмотрим, если все-таки конкретно разбирать ситуацию, что такое давать меньше, при норме, например, 4 сантиметра селитра, соли и взрывной кислоты. Вот мы рекомендуем меньше вносить на склонах или на каких-нибудь вымочках, присыпать туда не 4 сантиметра, а 2 сантиметра. Это значит, что эти 2 сантиметра не попадут в грунтовые воды и не будут затравлять колодцы. Это значит, что они не попадут в пруд. Ну и самое основное, что не надо строить иллюзии, что соль и азотной кислоты можно как-то нарастить по дороге почвы. Тем более оставить их внукам. Вы не можете даже оставить их себе, потому что на следующий год они уже не перестанут действовать. А все-таки, если мы берем в структуре затрат 100 миллионов на удобрения, процентов 70 это будет либо КАС, либо селитра. То, что, в принципе, не обладает последействием. Оно не может выжать почвы по дороге просто по причине своей природы. Если мы говорим про фосферные калийные удобрения, которые вносятся все-таки в меньшем объеме, но все равно полтора, например, центнера ОМАФОСа хозяйства или там центнер может вносить, может и два центнера вносить, то, в принципе, если исходить из такой версии, как некоторые говорят, это я больше считаю отговорки, на самом деле. Говорят, нехай достанется внукам. Я могу здесь успокоить, что внукам ничего не достанется. На севере Воронежской области бытует такая метафора, что удобрение – это как колбаса. Ее в холодильник положил, а потом она там лежит, лежит. Когда тебе понадобится, денег не будет, достанешь и поешь. Не вся колбаса уцелеет на протяжении 10 лет в холодильнике. Может и стухнуть, может и закрепиться почвой. Во-вторых, все-таки это замороженный капитал в чистом виде. То есть те деньги, которые сейчас можно было инвестировать в развитие, или купить хорошую сейлку, или опрыскать, или разбрасывать, или организовать логистику, или подвоз воды, и так далее. Мехток реконструировать. Многое куда можно инвестировать более эффективно, нежели закапывать земли. Вот эти удобрения. И надеяться, что они когда-нибудь достанутся внукам. Это иллюзия. Особенно на саванцах, там и так много удобрений. И ни на саванцах, ни на песках они работать не будут. И никаким образом они не достанутся. Алексей, бытует мнение, что дифференцированное внесение удобрений – это дорогое удовольствие. И, кстати говоря, может быть, и вы этому способствуете, когда ссылаетесь на опыт холдинга. Вы сейчас об этом тоже сказали. Я слышал, что до этого и РЗ Агра, и у нас, кстати, выступал один из руководителей холдинга РЗ Агра, когда он рассказывал об опыте с вами, работы с вами, успешном опыте, холдинг Кубань и так далее. Значит ли это, что фермерским хозяйством, сельхозпредприятием средним – это не по карману? Нет, это не значит. На самом деле у нас есть много. И у нас одни из первых клиентов были как раз фермеры площадью 5-6 тысяч гектаров. Просто у нас есть определенная политика ценообразования, которая позволяет нам держать цену на приемлемом уровне для тех компаний, которые заказывают технологию на 5 тысяч гектаров и больше. Мы, конечно, работаем с хозяйствами 4 тысячи гектаров и 3 тысячи гектаров, но в этом случае приходится пересматривать стоимость в сторону лечения. Цень будет другой. Да, он будет немножко скорректирован, немножко увеличен. По принципу, если мы говорим про хозяйство, которого 5 тысяч гектаров и 100 миллионов или 120 миллионов чистой прибыли, то здесь на то, чтобы повысить на 20-30% эффективность затрат на удобрения, они составляют примерно 30-40, может быть, даже 50 миллионов рублей в год, то, конечно, внедрение технологий со всем оборудованием в размере 3-4-5, даже 6 миллионов. Это не представляется какой-то очень заоблачной суммой. У нас один из фермеров, который был Алексей Антонов, он из Саратовской области, у него 4200 гектаров очень сложной земли, много песков и так далее. И плюс еще находится неудобно, там и дороги сложные, вот местами в Саратове далеко ехать. Он говорит, я это начал внедрять, потому что я человек ленивый, вот, я не могу постоянно, когда я сижу, вот, занимаюсь одними делами, там, я нахожусь где-нибудь в банке, вот, а мне звонит механизатор, надо перенастроить норму. Вот, я ему загрузил 20 полей на карту, вот, он меня не трогает, там, он неделю работает. Да, замечательно, замечательно. Это миф, это миф, что это дорого, потому что очень многие компании, которые вносили эту технологию на российский рынок, вот, они шли через продажу оборудования, они говорили, что надо датчики картирования по полтора миллиона, на автопилоты, на комбайн, там, вот, там, еще каких-нибудь, там, гаджетов, вот, лабораторию, пробоотборники и прочее, прочее, прочее. Вот, прошло десятилетие уже, и мы видим, что все это не сработало, и в таком объеме просто не нужно. Ясно. Алексей, в последнее время ваша компания осваивает параллельно другие ниши дифференцированного подхода, в частности, это дифференцированный посев, диссикация посевов. Вот в чем, может быть, два слова особенности, и насколько востребованы вот эти вот ниши? Здесь такой интересный был опыт, по поводу востребованности сразу отвечу. Год назад мы разговаривали с одним из продакт-менеджеров по импортным сейлкам, вот, у них очень большая доля рынка, вот, и они сказали, что мы видим, что там это будет востребовано года через четыре, а не раньше. Вот, но прошло полгода, и он позвонил мне и сказал, что некий крупный агрохолдинг выставил на тендер покупку восьми сейлок, и требование агрохолдинга продемонстрировать работу на его поле дифференцированного посева и дифференцированного внесения удобрений. Вот, и сразу же для конкретно этого человека четыре года превратились, сжались до полгода, вот, он вынужден был искать решение, иначе он просто пролетал, вот, и тут же, тут же они, вот, те компании, которые, в принципе, заявляют о наличии у них такой возможности, они резко получают такое требование, либо в договоре, либо в тендере, вот, они начинают вспоминать, где у них есть специалисты, как это быстро сделать, как продемонстрировать, ничего не составляет труда сделать учебную карту на 200 гектаров, мы готовы даже делать, там, кому угодно, там, из клиентов это бесплатно, вот, для того, чтобы они просто, вот, в режиме, там, 100 килограмм, 120, там, 130, вот, хоть водой напрыскивать, или хоть кассом, хоть чем угодно, разбрасывать можно даже без удобрений выпустить на поле и посмотреть, он переключает норму, не переключает, вот, то же самое с пассивными комплексами, нет проблем пройти повозку на поле, вот, и после этого только подписывать акт, и тогда, тогда вот эти вот моменты, которые, вот, из-за которых у многих, кто начинает внедрять, а спрос уже очень большой в этом году и в прошлом, вот, и у многих опускаются руки, именно, именно из-за железной части, вот, и это в первую очередь вина поставщиков техники, вот, и мы в этом плане в этом году все жестче и жестче, вот, от них начинаем с клиентами, с нашими требовать результата, вот, и подключаем на наши вебинары компании, которые хорошо, вот, в этом направлении работают, у нас будет вебинар с водорштатом по сейлкам темпа, вот, то есть компания открыта, компания мощна и готова ставить оборудование, в том числе на те сейлки, которые с завода не были оснащены, вот, у них очень унифицировано их оборудование электронное, вот, так что там на нашем канале, наши сегодняшние слушатели на канале Агроноута могут посмотреть запись этого вебинара, вот, я думаю, будет очень интересно. Да. Алексей, как у вас впечатление, вот, спрос на умное земледелие, он растет? Вот, есть ли подтверждение, может быть, и по объемам вашей компании? Ну, мы в этом году почти в два раза увеличили объем, в стране с большим годом, и большой рост в условиях кризиса, когда, вот, первые полгода у нас были подписаны договора, и нам просто хозяйство говорили, что при всем уважении, вот, мы просим к нам не приезжать, вот, мы проплатили деньги, подписали договор, но мы вас сейчас не ждем, потому что непонятная ситуация, и не дай бог что-нибудь случится, и закрыть хозяйство в посевную, это значит, что потом оно может и не открыться, вот, после уборочной. Начало года было очень тяжелое, но вторая поляна года, вот, позволила нам очень-очень-очень-очень сильно продвинуться, вот, очень увеличился спрос на диссекацию, технологию, которую мы разработали еще в 2016 году, запатентовали ее в 2019 году, вот, и сейчас все больше и больше хозяйства, которые понимают, что у них есть уже опрыскать, например, John Deere, у которого все функции дефтнесения есть, есть удобное программное обеспечение у них на портале MyJohnDeere, вот, они могут отправить на несколько полей сразу карту на диссекацию, и просто меньше давать не очень полезного препарата, адекват, вот, он очень жесткий, сушит все, вот, и не сушить там, где уже сухо, вот, это очень просто. Я веду подсолнечник, а еще какие культуры? Рапс? И лен, и рапс, и нут, и чечевица, и зерновые, зерновые культуры есть некоторые, тоже немножко начинают раньше работать, чтобы быстрее зайти в уборку, то есть несколько полей делают, вот, там, где сырнички, опять же, вот, ну, соя, естественно, соя тотально почти по большей части России, она убирается только после диссекации. Мы с соей начинали, собственно говоря, в Воронежской области в 16-м году. Ясно, ясно. Ну, вот, вопросы мои иссякли, Алексей. Пожелания, если хотите. Спасибо, спасибо, что пригласили. Да, да, да. Очень с большим интересом наблюдаю за вашей деятельностью, вот, и жалко, что у нас в этом году не получилось встретиться вживую, вот, но мы очень сильно продвинулись с точки зрения интернет-технологий. В этом году, кстати, поделюсь, мы вышли в Казахстан, вот, и у нас была, там, хороший, хороший был старт проекта, мы еще находимся на половине его реализации, хозяйство Трояна Юрия Михайловича, малышка и Андрея Юрьевича. Они пришли к нам после вебинара, мы провели переговоры, вот, и некоторые вещи нам удалось с ними запустить. Вот, кстати говоря, оказалось, что тоже интересный такой опыт, что не обязательно, что супер навороченная электроника стоимостью 11-12 тысяч долларов будет работать лучше, чем та старая, которая была у них на сейлке и которая, там, стоит всего 3 тысячи долларов, не смогли запустить, известный бренд не смог запустить свое оборудование, вот, а ребята из компании Хорш приехали и свой монитор запустили, они смогли посеять дифференцир на снесение удобрений, вот, по своим полям. Вот, это первый опыт, когда мы, в принципе, готовили карты дистанционно, не бывав в хозяйстве, у нас эта практика, в принципе, она находится практически под запретом моим личным, вот, но ввиду того, что мы хорошо ориентируемся в Казахстане, вот, в Саванцов вот эти комплексы понятны, вот, ввиду того, что фермеры очень прогрессивно не знают свои поля, вот, мы с ними смогли подобрать некие, там, корректировки, вот, и такую работу провести, вот, ну, вот дальше у нас зависло на том, что нас просто не пустили туда копать разрезы и делать анализы, вот, надеемся, что мы весной этого года это реализуем. Так в этом году очень сильно выросла география, и благодаря вот этой всей истории с командировками, вот, ну, во-первых, там, вот, удалось какие-то вещи стабилизировать, я сам, вот, немножко с меньшим количеством командировок занялся своим здоровьем, похудел на 7 килограмм. О-о-о, круто! Да, 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 то есть какая-то такая появилась возможность не жить в самолетах, и для меня очень показательно, когда в один день у меня прошли трое переговоров с хозяйством очень прогрессивным, с Куйбышевского района Ростовской области, да, с Сергеем Александровичем Овакеном. Потом у меня в этот же день, в этот же день прошли переговоры в Волгограде с агрохолдингом Гелиопакс, и в этот же день у меня прошли переговоры с компанией Аграсива Татарстана. Сумаса эти! Я понимаю, что вот, закончив этот день, я понимал, что год назад мне бы пришлось потратить где-то полторы недели на командировки, потому что все бы захотели лично встретиться, все бы захотели поговорить, вот, а по факту зачастую это менее эффективно, вот, нежели вот так вот встретиться и не отвлекаясь, поговорить через Zoom. Да, спасибо, Алексей.